Тренинг рисуем сайт с нуля в фотошопе, занятие номер 9, ставим лайки и подписываемся на наш канал. Итак, теперь мы с вами будем рисовать иконку ВКонтакте, потому что если я иконку YouTube нашел, то вот в ВКонтакте была проблема, поэтому я решил нарисовать ее сам. И сейчас мы это с вами сделаем. Первым делом, вот здесь в иконочках, выбираем YouTube и жмем на создание новой группы. У нас появится новая группа и назовем ее иконка или просто ВКонтакте. Отлично. Так, дальше. Здесь теперь выбираем новый слой, точнее новый инструмент, прямоугольник со скруглением углами, со скругленными углами. Выбираем его. И, кстати, сразу говорю, что в ТЗ я тоже добавил немножко значений по этому значку ВКонтакте. То есть смотрим сюда и что-то оттуда списываем, если что-то непонятно. Итак, выбираем прямоугольник и начинаем рисовать. Рисуем его, сразу говорю, зажав клавишу Shift. Тогда у нас получится квадрат. Рисуем, рисуем, рисуем. Размер 64 на 64 пикселя. Отлично. Теперь у нас открывается окно свойства. И здесь мы выставляем размер в 7 пикселей скругления. Выставляем 7 пикселей, цепочка должна быть зажата. И жмем Enter. И у нас везде станет по 7 пикселей. Отлично. Следующий момент. У нас получается градиент используется здесь, поэтому тут мы цвет выставлять не будем. А нет, у нас есть возможность выставить градиент. Тогда выбираем градиент. И здесь давайте мы его настроим. То есть выбираем градиент, щелкаем вот сюда. Сначала вот на этот первый значок. Так. И выставляем градиент сначала 4Е729А. 4Е729А. Не забываем, что пишем на латинице. Окей. Следующий градиент. Вот тут щелкаем. Бах. Так. Открываем окно. Два раза щелкаем. И здесь уже ставим цвет 46668А. Вот такая иконочка у нас получилась. Видим. Ну, это еще фон иконочки, но уже, так сказать, зачатки есть. Отлично. Теперь давайте мы разместим здесь буковку. Выбираем инструмент текст. Давайте мы его напишем вот здесь. Пишем просто большую русскую букву В. Вот так вот. И здесь выставляем значение. Так, шрифт какой у нас будет? Тахома. Так. Тахома. Отлично. Потом здесь значение жирный. Размер 48 пикселей. И цвет, что выставляете, белый. Вот именно белый. И помещаем эту буковку где-то здесь по центру. То есть, ну, на глаз разместите. Так, чтобы было не криво, конечно. Так. Ну, сильно уже к себе не придирайтесь. Отлично. Дальше. Выбираем здесь четкое. Давайте я поставлю. Нет. Все-таки лучше резкое. Резкое лучше. Отлично. Теперь у нас вот появился вот здесь. Видим текст В. Щелкаем два раза, вызывая окно стиль слоя. И задаем нашему тексту тень. Тень. И опять-таки смотрим в файле tz.txt. Там написано тень 75%, черная. И смещение 1 пиксель. И размер тени 1 пиксель. И получается вот такая тень. Отлично. Наша иконка готова. Мы теперь вот это все дело сворачиваем. И переносим уже поближе сюда. Вот так. Отлично. По-моему, смотрится замечательно. В принципе, вот такая получилась иконка. Смотрится довольно все хорошо. И на этом сегодняшний день заканчивается. Для тех, кто смотрит занятия на YouTube, сразу предупреждаю, что в описании к этому видео есть ссылочка, где вы можете подписаться на этот тренинг. Он абсолютно бесплатный. Подписывайтесь и получаете остальные дни дальше. Подписывайтесь и получаете остальные дни дальше. Подписывайтесь и получаете остальные дни дальше. Подписывайтесь и получаете остальные дни дальше.